МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие из них вывели из тени этих людей. И сегодня там представляет целый город Димитровград, который работает, вообще не понимаем мы, где эти люди, кто эти люди. В гараже песни поют, танцуют, мебели собирают. Кто эти люди? Вопрос не в том, что с них снять налоги, хотя это тоже очень хорошо. Это не самоцель. Но даже если мы вообще не возьмем налогов, понимать, что это за человек, чем он занимается, какие-то механизмы поддержки, для того, чтобы его мини-микро и полукривой бизнес превратился в нормальный бизнес. Теневой сектор сегодня составляет около третьей мировой экономики. Сотрудники Центра стратегических исследований убеждены, что проблему нужно решать экономическими методами, то есть стимулировать людей самих выходить из тени. Я жду, что благодаря нашим совместным усилиям влияния теневого сектора на экономику мы с вами сумеем снизить и, конечно, правильно сформулировать наши дальнейшие действия на перспективу. Но если тема теневого направления довольно стара, то переход на новую зеленую экономику в регионе стали заниматься одними из первых. Например, в структуре занимаются безотходными технологиями и использованием вторсырья. Мы же знаем, что есть примеры в Российской Федерации раздельного сбора мусора. Вроде все как в Европе, вроде мусор разобрали, а потом этот мусор в одну и ту же машину свалили и увезли. Как решить эту проблему? Второе. Есть переработанный мусор, есть переработанные отходы, а спроса на вторсырье нет. И возникает вопрос, для чего мы это делали? Перерабатывали, увеличивали тариф. А где потребитель? Может быть, нам нужно сегодня вложиться, и этого потребителя, этого коммерсанта, который построит предприятие и будет развивать вот это вот использование вторичного сырья, может его вообще от всего освободить? Он поможет жить десяти другим предприятиям. То есть у нас есть и этот подход. Еще одна тема – производительность труда. Какие механизмы повысят трудоспособность и остановят отток молодежи из региона? На федеральном уровне введена программа «Приоритетное повышение производительности труда и поддержки занятости населения». Процесс реализации проекта активно включилась и Ульяновская область. Большой плюс, в первую очередь, это как раз и модернизация оборудования, это и новые места будут создаваться. И в первую очередь, конечно, это все-таки будет повышение производительности труда, приведет к тому, что все-таки предприятие будет получать и дополнительную прибыль, и, соответственно, развитие бизнеса, и выход на новую структуру. В программе также прописано – это и внедрение бережливого производства, это и расширение экспорта продукции. Поэтому думаю, что в нашем регионе данная программа, она будет все-таки актуальна и будет реализована, но мы постараемся в ближайшее на все-таки время. Все предложенные темы и проекты будут рассмотрены и проработаны совместно с министерствами региона. Подвести итоги реализации всех высказанных на совещании предложений планируют через год.